Здравствуйте. Официальные итоги 2014 года экономисты и финансисты будут подводить лишь в феврале-марте уже будущего 2015 года. Именно тогда у нас появятся точные детальные статистические данные. Но в общих чертах картину социально-экономического развития Кубани можно увидеть уже сегодня. Нас интересуют, конечно, вопросы, каковы результаты работы по наполнению краевой казны, чего удалось достичь в реальном секторе экономики и на финансовом рынке края, и на что можно рассчитывать, разумеется, в году 2015, в грядущем году. Об этом мы сегодня поговорим с Иваном Александровичем Перонко, вице-губернатором Краснодарского края, министром финансов Кубани. Здравствуйте, Иван Исачевич. Ну, я скажу, скажем так, всем известную вещь относительно того, что экономика Краснодарского края в этом году, разумеется, шла опережающими темпами. Ну, и это не только опережающими относительно наших темпов, но и других регионов России. Связано это лист, скажем так, с олимпийским ускорением или, может быть, еще можно какие-то другие внутренние факторы рассмотреть этого? Спасибо за вопрос. Конечно, наверное, правомерно говорить о том, что Олимпийские игры, Паралимпиада, затем Формула-1 дала толчок в развитии определенных отраслей экономики Кубани. Они не только связаны чисто с самими Олимпийскими играми. Мы здесь видим, что у нас определенные положительные результаты есть практически во всех отраслях. И действительно, темпы, показатели, они где-то порядка от полутора до двух раз выше, чем в среднем по Российской Федерации. И понятно, что Олимпийская программа основная в этом. Хотя, допустим, в строительстве у нас, наоборот, произошло снижение. Но это тоже, опять же, связано с Олимпиадой, потому что основные Олимпийские стройки были завершены к началу 2014 года. Поэтому строительство здесь несколько просело, но мы это и прогнозировали. А в целом нас очень радуют, конечно, те показатели, которые, прежде всего, и те отрасли, которые связаны непосредственно с Олимпийскими играми. Это, конечно же, туриндустрия, которая дает очень хорошие темпы и роста. На четверть почти увеличились объемы этой отрасли экономики. Конечно же, транспорт, понятно, все это связано с потоком. И тех, кто приезжал на Олимпийские игры. И, конечно же, у нас летний оздоровительный курортный сезон был значительно выше. Но я бы хотел отметить два очень положительных момента, которые напрямую, может быть, не совсем связаны с Олимпийскими играми. Это, конечно же, ошеломляющий успех наших аграриев. То есть мы получили рекордный урожай, более 13 миллионов тонн зерна. Такого в истории Кубани не было. Ну и второй момент, который мы все отмечаем, это положительная динамика роста промышленного производства в крае. То есть мы почти на 3% у нас динамика. Это выше в два раза, чем в среднем по России. И мы, в общем-то, опередили вот такие промышленно развитые регионы наших соседей по объему промышленного производства, как Волгоградская область, Ростовская область. Какие направления, кстати, наиболее высокие результаты показывают здесь? Ну, здесь у нас, конечно же, в промышленности основные наши драйверы и основные это, конечно же, перерабатывающая промышленность. То есть в основном это все, что связано с переработкой сельскохозяйственной продукции. Ну и нефтеперерабатывающей отрасли после той большой реконструкции, которая проведена на наших нефтеперерабатывающих заводах, у нас там значительно увеличились объемы производства. Ну и у нас появились новые предприятия. Это металлургия с серьезным ростом, с вводом первой и второй очереди Абинского электрометаллургического завода. И цементная отрасль после реконструкции наших цементных производств. Вот это основные, так сказать, промышленные наши. А что с объемами инвестиций именно вот в эти отрасли? Ну, как бы, конечно, учитывая снижение инвестиций в олимпийскую программу, в этом году, как бы, у нас, понятно, некоторое снижение инвестиций в основной капитал. Но они также будут приближаться к объему где-то 800 миллиардов. И это в нашей оценке будет где-то второй результат в Российской Федерации, даже несмотря на то, что мы закончили олимпийскую тему. Ну, и здесь в инвестициях очень радует то, что у нас, несмотря на достаточно высокий объем ввода жилья, в этом году эта цифра еще выше стала. Мы практически приближаемся к цифре где-то, наверное, 4,5 миллионов тонн, миллионов, извините, квадратных метров жилья. Да, такого тоже показателя не было в прошлые годы. Разумеется, вот не хотелось бы прежде всего узнать о прогнозах на 2015 год. Дело в том, что сейчас у нас такая ситуация, как бы, вот, правильно ее сформулировать, такой геополитической и финансовой турбулентности, нестабильности идет. Хватит ли запаса прочности экономики края, чтобы вот этот период пережить? Ну, в общем-то, Краснодарский край показал, и с учетом опыта, если так можно его назвать, прошлых кризисных лет, это и 1998 год, и 2008 год, что за счет вот все-таки высокой дифференцификации экономики Кубань более, так сказать, мягко проходит вот такие явления. И здесь я понимаю, что очень важно будет, какой задел будет заложен вот в конце 2014 года, и с какими показателями мы перейдем в 2015 год. Здесь у нас есть вот, о чем я уже говорил, это и объем, большой объем сельскохозяйственной продукции, которая, понятно, и перерабатываться, и дорабатываться будет, в том числе и в 2015 году, особенно в первой половине. Мы все-таки надеемся, что и строители у нас подтянутся и выйдут, но, понятно, сейчас прогнозировать сейчас в этих условиях очень все непросто, и, наверное, никто не возьмет на себя все четко сказать, какие будут у нас показатели в 2015 году. Это все достаточно непросто, с учетом той ситуации, которая сейчас есть, но мы, в общем-то, с оптимизмом смотрим на показатели. Да, конечно, придется корректировать и бюджет, и социально-экономические прогнозы, с учетом нестабильности курса рубля к валютам, нестабильности цен на нефть, ну и, соответственно, инфляционные процессы. К сожалению, мы от них не можем никак уйти. Что касается вообще ситуации на финансовом рынке, вот насколько кубанцы не утратили, скажем так, доверия к банкам, и смогли ли банки выдать необходимые кредиты для бизнеса? Ну, здесь как бы две составляющих, действительно, в условиях финансового кризиса нестабильности. Главное, чтобы не допустить какой-то паники, и российские органы власти, Центральный банк делают все это. Там повышаются ставки, да, рефинансирование, ставки по ипотечным и кредитам стремятся более сделать доступными, несмотря на это. Ну, и мы видим, что депозиты, это вклады населения в банки, они не уменьшились, а даже вот сейчас с учетом новых ставок повышаются. Почти 430 миллиардов у нас на счетах, и такого оттока нет. Есть некоторые переливы, может быть, депозитов из одного банка, но это понятно, кто-то стремится на более выгодных условиях что-то себе сделать. Ну, и вторая составляющая, это, конечно, то, что банки продолжают кредитовать активно экономику. То есть, мы планируем, что где-то более 1 триллиона кредитов будет направлено в экономику края. И это, в общем-то, опять создает нам задел на 2015 год. Понятно, что... Есть какие-то конкретные планы и задачи у вас по развитию? Ну, в общем-то, бюджет завершается. Мы по объему доходов бюджета, мы превысим планку 200 миллиардов рублей. Это тоже достаточно серьезный показатель для Кубани. Это рост будет около почти 10% собственных доходов. Поэтому здесь есть... Мы приняли бюджет на 2015 год. Понятно, он будет пересматриваться где-то. Но основные направления остаются. Об этом говорили и руководители страны, и губернатор Александр Николаевич Скачев. То есть, самая главная задача сейчас обеспечить защиту населения от тех явлений, которые происходят. Это, конечно же, выплата зарплаты, пособий, индексация их на уровень инфляции. Все это намечается, и все это будет, конечно же, делаться. Но мы должны прямо сказать, что нам придется где-то ужаться, где-то пооптимизировать наши расходы. Но это, прежде всего, коснется, конечно, инвестиций бюджетных. Может быть, и не может быть, скорее всего, мы их будем уменьшать. Пока планируется в объеме 10%, но я думаю, где-то до 15-20% мы можем до оптимизации этих расходов дойти в целом. Понятно. Ну, скажем так, подводя итог финансовой теме, которую мы затронули, надо отметить, что наша банковская сфера, вот именно сфера Кубани, она находится по уровню эффективности на втором месте в России. Мы не можем об этом умолчать. Вообще, я вот, когда обозначал вопросы программы, первым вопросом был, какие успехи у нас в наполнении все-таки казны. Дело в том, что от наполнения казны во многом зависит и выполнение наших социальных программ. Удалось ли нам собрать все то, что мы хотели собрать вот в этом году? Ну, я, в принципе, назвал, что мы в этом году планировали более 200 миллиардов собственных налоговых и неналоговых доходов собрать. Край по этому показателю поднялся на пятое место в Российской Федерации. Вот что мы создаем определенный задел сейчас, чтобы иметь необходимые ресурсы на начало 2015 года. Ну, и с другой стороны, если мы говорим о прогнозах, надо иметь в виду, что есть целый ряд независимых международных и наших рейтинговых агентств. И вот только в конце этого года такое крупное рейтинговое агентство, как Эспертра, оно присвоило нам, Краснодарскому краю, рейтинг наивысшей кредитоспособности. И мы были признаны победителем в двух номинаций. Это минимальный инфекционный риск, у нас край признан на Кубани, в России, и минимальные экономические риски, на втором месте мы здесь оказались. Ну, и также край признан лидером номинации «Высокая эффективность государственного управления». То есть, эта оценка от экспортов независимых как раз дает основания нам полагать, что сложности будут, понятно, но мы надеемся, что они будут преодолеваться достаточно эффективно. Я понимаю, Иван Александрович, все-таки не могу не сказать о двух таких, скажем, опасениях относительно исполнения именно бюджета 2015 года. Ну, во-первых, есть такое опасение относительно сокращения, ну, как модно сказать, или правильно поэкономически, секвестирования бюджета. И в свете этого, чтобы набрать все-таки нам то, что мы хотим набрать, именно в доходах бюджета, о повышениях налоговых определенных ставок. Насколько эти, скажем так, оправданы опасения? Ну, по повышению налоговых ставок на 2015 год мы уже и законодательно опоздали, потому что это надо делать заблаговременно. Поэтому ничего в плане налогов и повышения ставок, увеличения налоговой нагрузки не произойдет ни в 2015 и даже в 2016 году не планируется. Мы планируем, как уже говорили, где-то с 1 января 2017 года перейти на налогообложение имущества от кадастровой стоимости. И там, конечно, произойдет, наверное, некоторое увеличение налогов, а где-то у кого-то будет и уменьшение. Поэтому в этом направлении нет. Что касается секвестирования бюджета, ну, мы пока этого не предусматриваем. Мы сегодня как раз в Министерстве финансов рассматривали этот вопрос в нашем министерстве, в Краевом. Мы предполагаем, что вот эти наши, так сказать, дополнительные расходы в связи с финансовыми проблемами мы будем делать за счет внешних источников. Может быть, там разместим и облигационный заем, ну, либо будем надеяться на поддержку Министерства финансов Российской Федерации. Но, по крайней мере, в ближайшее время, даже в первом квартале 2015 года, мы не планируем сокращать предусмотренные в бюджете 2015 года расходы. Это тоже оптимистичное, скажем так, предзнаменование. Иван Александрович, ну, наша программа проходит буквально уже в преддверии Нового года. Не так дни уже осталось до наступления года 2015. 2015-го хотелось от вас услышать какие-то пожелания, именно с финансовой точки зрения, то есть людям, которые связаны с финансом, главам районов и так далее. Ну, главное здесь, когда, в общем-то, какие-то нестабильности происходят в финансо-бюджетной сфере, здесь главное сохранять спокойствие. Не надо никаких делать резких движений, потому что финансы это все-таки очень тонкая материя. Поэтому и общественные финансы, и личные, они точно так же реагируют на наше поведение. Если мы начнем нервничать, дергаться, финансы сразу отреагируют на это. Поэтому нужно спокойствие, определенный оптимизм. Но если есть у кого-то возможность, значит, что-то сделать своими денежными сбережениями, я уверен, что сейчас вот в связи с повышением ставок депозитов, если есть свободные средства, положите их на счет, на депозит в одном из банков, где вам предложат хорошие проценты. Спасибо за совет. И вы сохраните свои денежные сбережения, и они даже, проценты такие, что они даже покроют некоторые инфляционные моменты. Если у вас есть возможность, и вы хотите что-то приобрести, ну, накануне Нового года приобретите себе какой-то подарок, какую-то вещь. Но главное, чтобы она была вам нужна, а не просто вы там приобрели, лишь бы как бы сэкономить свои, или сберечь свои сбережения. Лучшее сбережение средств, это хранить их в банках. Тем более, страховая сумма сейчас повысилась до 1 миллиона 400 тысяч, достаточно большая сумма. Это коснется практически 90% всех наших вкладов. Вот я знаю их структуру. Вот эти 430 миллиардов, которые есть, в основном вот 90% попадают как раз в эту вилку. Сейчас правительство и Центральный банк вообще рассматривают и эту планочку повысить. Ну, и потом хорошие проценты предлагают банки, поэтому храните деньги в сберегательной кассе. Иван Александрович Перонко дал несколько советов на 2015 год, не только, скажем так, для людей, которые связаны с финансовой сферой, но и для простых людей, которые, ну, какими-то свободными средствами обладают. С наступающим вас Новым годом, Иван Александрович Перонко, вице-губернатор Краснодарского края, министр финансов Кубани был сегодня у нас в гостях. Я думаю, что главное, что сказал сегодня Иван Александрович, что мы живем в таком регионе, который, ну, позволит вот эту некоторую геополитическую и финансовую нестабильность относительно спокойно пережить. И я думаю, что вот в любом случае паниковать не следует. Это была программа «Факты мнения». До встречи.